Начинают это смысл, и потом по мере будут отвечать на вопрос, не поступать. Если у вас устраивает такой подход, давайте начнем. Так, значит, то, что мне прислали вопрос, может, действительно будет интересно всем. Первый вопрос. В славянно-реских ведах бог Ирун дает наказ нам не вступать в браке с чужеземцами, ибо не будет нам прощения от богов света. В связи с этим вопрос цивилизации Урук проводил генетический эксперимент, что они были по отношению к нам, к нашей цивилизации, плохие или хорошие. Из какой цивилизации бог Ирун? Ну, во-первых, скажем так, вы понимаете, скажем, во-первых, кто какой цивилизации? Какой бы ответ вам не дал, с какой цивилизацией, она ничего не даст, по одной простой причине, что наши понятия и понятия самоназвания цивилизации, откуда они пришли, они совершенно друг другу не соответствуют. Поэтому, как вы знаете, когда приходится слышать людей, которых вводят в обман через телепрессивный контакт, сообщают, что мы прилетели с созвездия Лебедя, или там Рака, неважно, с какого созвездия. Даже вот такой постройки, если кто-то получает такое сообщение, это явно говорит вам, что это профанация. По одной простой причине. Во-первых, то, что мы видим в созвездии, называемых созвездий Лебедя, водолея, Рака, это, во-первых, звезды в них находятся на миллиарды лет, и чаще всего они никого взаимодействия с собой не имеют. Это первое. И второе, созвездие Лебедя, наше земное название, этого суперпозиции звезд, которые мы видим в объеме плоскости, в принципе, на небе, и, естественно, никакого отношения ни к созвездию Лебедя, ни к тем, кто прилетает, не имеют. Если они прилетают, не могут сказать, мы с одной звезды, которая находится в том созвездии, который вы называете созвездием Лебедя. Понимаете? В этом варианте можно поверить, что они понимают, что говорят, потому что они дают привязку, чтобы была. А когда говорят сразу, типа, с Альфа-Центавра прилетели, да не называют они Альфа-Центавра, эту звезду. У них свои названия, и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому, даже если скажу, вот с такой-то звезды, единственное правильное положение, это показать координаты, к примеру. Координаты той звезды, той планеты, где находится тайна цивилизация. Это возможно. Но это нужно, я могу сказать, географическую проекцию, и показать любую проекцию. Но, к сожалению, пока все не умеют это делать. Те, кто не умеет видеть объемные голограммы, они это не увидят. Поэтому, могу сказать сразу, что любые, соответственно, что вот этот прилетел с такой-то стивилизацией, он то-то, 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 и начинает вещать вещами, обыденным для земного человека. Поверьте, это совершенно явно, кто-то играет, если кто-то читал мою топографию, провели несколько случаев, когда так вот игрались людям просто... И это, в принципе, первый сигнал, то, что начинает оперировать нашим понятиям, потому что существуют наши понятия, у них там, у них свои понятия. И восприятие совершенно другое. И, во-первых, что такое? Во-первых, они передают информацию телепатически, так? Ясно и понятно. Но вопрос в чем? Даже при передаче телепатической информации мозг передает не слово. Слово это уже наш мозг адаптирует, переводит на доступном языке. а передает образ чего-то и цепочку событий, которые связаны с той информацией, которая передается. И потом наш мозг переводит, адаптирует эту информацию, транслирует ее на словесный код, который самый примитивный в принципе является, к сожалению. И мы слышим, что он какой-то передает сигнал. Поэтому даже для того, чтобы принимать телепатическую информацию, необходимо сначала согласование, что вот этот символ значит, что в два два можно согласоваться. Если такого не произойдет, то никакого получения достовенной информации не будет. Если человек просто выхватывает что-то и потом переводит сам на свой язык, то же самое, что, допустим, показать этот предмет где-то людям, которые никогда не видят часов, и вот они будут передавать, что они думают, что это такое. Правильно? Будет близко, хоть близко стоять к этому? Ничего не будет. Потому что общность понятия не существует. Это просто немножко вводное лекции, чтобы понять, потому что, к сожалению, очень много людей становится игрушками в руках паразитов. И самое интересное, что эти люди, которые попадают в ловушки, от природы имеют тот или иной дар. И вместо того, чтобы развивать этот дар, если выходить на более высокий уровень понимания сознания, его дара, они начинают, попадаются в ловушки такие, и под эти ловушки их начинает маги компенсируют, условно говоря, и получают от них то, что можно, то есть жизненный потенциал, который на земля, но весьма высок. Ну, а потом вы сидите с собой, я расскажу просто, я приду к нам вопросу. Поэтому говорить о том, что с какой цивилизацией прибыл, бог Перун и так далее, то, во-первых, вы понимаете, что, я уже писал, что богами наши предки не называли богов, то, понимаете, сейчас. Слово бог имело совершенно другое значение, а имело творящее, то есть умеющее творить. То есть определенный уровень эволюционного развития конкретного человека. То есть никакими богами они изначально не были. Они родились так же, как и вы, человеком, простым человеком, имеющий потенциал, и они, собственно, стало развили. Поэтому, слово бог, это знал просто и рак высокого уровня, то есть достигший высокого уровня собственного развития. Это чтобы сразу четко поставить. Теперь насчет смешанных. Чужеземцами изначально в Ведах подразумевалась именно раса серых, паразит, социальных паразитов, которые внедрились на Землю, чтобы поработать ее. Почему? Потому что именно, почему наши предки предприявляли подсмешение именно с расой серых, то есть внедренных социальных паразитов, о которых я описал в книге, это Баухехве, один из их представителей, к примеру. Это четко и ясно показано для моих работ и не только для моих работ. Так вот, да, они являются черными, потому что даже сам бог Ихве говорит, что наступит время, когда для всех народов и племен наступит черный мрак, хаос, а только для избранных, моих избранных, то есть будет свет и радость. Значит, всем остальным мрак и хаос, а только для избранных своих, то есть для тех, кто следует им, процветание, а для всех остальных мрак. Уже сам подход, это фраза из Тора, то есть не было придумано, что читайте Тору, увидите это. И таким образом, четко говорится, кто есть кто, тут не нужно придумывать, не нужно фальсифицировать, понимаете, не нужно притягивать за уши, как некоторые говорят, там все, ничего, там все сказано, идеально, чисто, идеально, прямо, уже в прямее, я скажу, некуда. Поэтому, в это говорится, именно при устрижении, чужеземцы называются, те, кто пришел без, наши предки называли, не с соседней стороны раньше, как было, а именно те, кто прилетал без предложения, когда не приглашаешь, ну, чужеземцы, не враг, а гость без приглашения, Вот они чужеземцы, которые и землей называли раньше, именно планеты, между прочим. То есть, слово планеты, опять же, но позже, не было слова планеты, было слово земля, только наши предки называли, Медгард земля, там, другие земли, это планеты, на которых, тоже называем, живет цивилизация, называли землями. Поэтому чужеземцы, это именно прилетевшие с других планет. Именно в то время, о котором это говорится, это были именно, пытавшиеся проникнуть на землю, представители серой расы, черных, сосанных паразитов, которые они прибеждали. Это первое. Второе, то, значит, уры, уры, это, они почему, потомки уров, остались до сих пор, именно чистая линия русов, это и есть потомка уров, между прочим. Это, так что, были ли они, были ли они черные или белые, плохие или хорошие, они, естественно, когда здесь действуют, они принадлежат цивилизации светлых сил, и как раз они, в основном времени, эсмой силы, боролись именно с недопущением того, чтобы социальные паразиты проникли на землю. Но, к сожалению, если вы читали книжку, не внимательно читали книгу, там я специально расписывал, как в Библии, в Ветхом Завете перекручено все. Там говорится о вещах, которые, я бы касался одного процесса, потом затратил другую, и перемешал так, что человек, если невнимательно читает, легко запутается. А там, как раз так говорится, когда наши предки пришли в древнюю Индию, через проекты, через полное предки, тысячи лет назад, чтобы остановить приношение, то есть распространение культа Калима, то есть, черный культ, который, через это пытаясь социальные паразиты, проникнуть на землю. Но, причем продолжить, я хочу напомнить следующее. Опять, кто читал, обратили внимание, что в порядка 35-40 тысяч лет назад, лет назад на землю были приняты беженцы. Беженцы, а воины, которые там описываются в Славяно-Арольских Ведах, просто, понимаете, в Славяно-Арольских Ведах, вы должны учитывать на один момент, там информация записана в несколько закодированном виде, по одной простой причине, и чтобы тот не должен получить информацию, тот не получил. И поэтому, кроме того, что словесно, различных кодов, которые там существуют, блокирующих, не те, кому нужно, прочитывая, существует еще несколько уровней параллельной записанной информации. И если человек к этому не готов, он не увидит то, что, в данном случае, не под водой, а над буквами, информация записана там, и не сможет правильно интерпретировать содержание. К сожалению, с моей точки зрения, те, кто распространил книги, я считаю, очень великолепно, что они действительно напечатал в Савянской Веды, но когда хранители, или те, в принципе, Паттерди, он является доверием лицом хранителей, скажем так, а не самим хранителем. А после того, как они пытаются интерпретировать эти вещи, даже хранители не могут интерпретировать эти вещи, по одной простой причине, что задача хранителя было только сохранить, между прочим, в Ведах и написано, а останутся только жильцы-хранители, которые будут сохранять, передавать и так далее. То есть, их задача была чисто механически сохранить, они тех уровней знаний других читать не могли принципиально. Это просто защитная позиция, чтобы случайно какого-то жильца-хранителя не поймали, и чтобы не использовать другие методы, не заставили выдать тайные информации, которые там есть. Хотя, в общем, там тайны никаких особо нет. Просто там рассказывается о строении мироздания не более того. И то, в определенном ограниченном масштабе. Во-первых, по той причине, что знания, особенно такие, как говорится, тайные, и позволяющие прийти к управлению силами природы, никогда ни в кухне помещаться не будут. По одной простой причине. Потому что человек эти знания должен получить сам. Потому что только если человек идет и через понимание, через просветление осмысливает происходящий процесс и правильно реагирует на происходящее, то в этом случае есть защита от того, от защиты дурака своеобразная. Понимаете? Потому что если человек по инструкции пункт А сделает это, пункт Г сделает это, пункт 3, пункт 4, сейчас вполне это взорвется. Пока дойдет к пункту 4, он уже сделал все. Понимаете? Так в этом плане и сделано, что в настоящее знание никто, знаете, почему я сейчас получаю звание, знание вселенной, это не записано знание, в каких-либо хрониках Акаши, как говорят, и так далее, и так далее, и так далее. Это обманки, специально подсунули черными, именно паразитами, для того, чтобы обманывать людей, которые прокрунулись из своего яйца, но еще не успели осмотреться, чтобы они не усмели осмотреться, при тем, как они осмотрятся и поймут, что к чему фальшивка подсовываются. Понимаете, знания не могут быть переданы. Если передача знаний происходит, то это передается через обучение человека правильно подходить к решению задачи. Вот его подготавливают к задаче, то есть, какие задачи могут быть и какие подходы, методы необходимы для того, чтобы задачи решить. Вот в таком случае, но понимание и осмысление должен делать сам человек. Это очень важно, потому что без такого осмысления и понимания любое такое знание с сопровождающей силой оно приведет катастрофу. И вот как раз, как я уже описал, пока чуть-чуть еще, потому что в первом томе книги это не ставилось целью такой глобальной. Просто мне задача была совершенно рада, как вы читали, показать именно общую картину, именно мировоззренческую социальную картину существующую на нашей планете. Так вот, задача была того, чтобы знания, которые получить, допустим, и стали применять в Атлантиде то, что анты ушли и создали государство. Анты, те, кто ушел, анты были изгойными. Знаете, кто был изгой? То есть, отрицающие, непризнаточные люди, у которых искажено иго, которые амбитции гораздо больше, чем у них возможности. Вот он считает, что я готов быть правителем Земли, вот все. А мне не дают. Ну вот как же сволочи такие? А я не согласен с этим. Вот не дают мне, и все. Значит, если не дают, значит, пошли все к чертям собачьим, я пошел сам себе сделаю свое. Вот примерно такая ситуация, ну, это в утренном виде, конечно, и возник, когда прошел раскол, и часть наших предков откололась, и вот создали, так сказать, Атлантиду, и там, как вы помните, начали играться с силой природы, не понимая ответственности на свои действия. В результате чего? Была катастрофа, 13 тысяч лет назад, знаете, то, что вошло в историю, как семейный поток, и цивилизация была отброшена всем, вся цивилизация всей земли была отброшена на уровень каменного века. Вот, вот, прекрасный пример, когда кто-то получил понимание, управление силами, без того, чтобы созреть вот здесь, в голове, сознанием, своим духовным миром. Поэтому, когда возникает вот этот качественный разбаланс между уровнем сознания и уровнем возможностей, это всегда опасно, чревато серьезными последствиями. Вот, не думаю, что нужно делать выводы из прошлых ошибок, которые на нашей планете уже были, не повторяя то, что уже было сделано нашим предкам в том числе. Потому что наши предки должны были не просто отпустить изгоев, а блокировать их свойства, возможности творить такие дела. Да, пожалуйста, не согласен, но то, что ты получил, тебя забирает, потому что ты недостойна этого. Если бы они сделали, ну, пускай все жили, но никакого такого маразма, который возник, из-за чего мы с вами оказались на примитивной плане сейчас, не было бы. Так вот, насчет